Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Сегодня мы с вами анализируем результаты выборов, точнее второго тура выборов, которые прошли в воскресенье. И вот мы с вами знаем, что Эрдоган остался на своем султанском престоле. Ну что ж, подумаем вместе, почему это произошло, почему турецкая демократия, которая оказалась столь устойчивой, оказалась столь хрупкой. Давайте послушаем вас. И в чем причина таких умонастроений, которые позволили Эрдогану победить в очередной раз? Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Приветствую, Эдуард. Что я могу сказать? Я должен вам сказать, Алексей, что продлив свой срок правления, Эрдоган теперь будет более свободен в своих действиях. И мы вправе ожидать от него довольно конкретных действий. Конечно, вы правильно сказали, что это сложный партнер и для НАТО, и для Соединенных Штатов Америки, но это уже партнер. И с ним надо будет искать компромиссы. Я думаю, что все-таки он проголосует за Швецию, потому что связи Турции и Соединенных Штатов Америки довольно плотные. Кроме того, я думаю, что у Соединенных Штатов Америки и Турции будет... Есть очень хороший момент контакта. Это в отношении Ирана. Эдуард, вы ушли. Попробуйте еще раз позвонить, но вы просто ушли из эфира. Ну хорошо, дорогие друзья, тогда давайте задумаемся с вами о налочи. Первый период этого правления был очень успешен экономически. Турция росла, доходы граждан росли, строились новые предприятия, и Турция в течение порядка 10-15 лет, по сути, стала промышленной державой. И сейчас у них даже заканчивается разработка истребителя пятого поколения. Во всяком случае, его прокатили парадромы и показали журналистам. Ну а турецкие дроны Байрактар очень хорошо себя показали в начальный период войны в Украине. То есть, действительно, у него были конкретные успехи. И понятно, почему он тогда нравился равным Турцией. Да, пришел сильный человек, который позволил экономике расти, нашел какие-то способы для того, чтобы она росла и так далее. И вот он сочетал некую твердую государственную власть с либеральной экономикой. Примерно то, что привлекало западные инвестиции, допустим, и в свое время в Японию, и в Южную Корею, и в Тайвань, и в Сингапур. Вот примерно такого плана лидер. Но затем и наступили совсем другие времена, турбулентные. И лира стала падать, и инфляция 60%. И, казалось бы, в этих условиях они должны были отвернуться от него. Ну, еще плюс это страшное землетрясение в феврале, когда оказалось, что, в общем-то, Турция была абсолютно не готова, как государство, к тому, чтобы выдержать такой натиск стихии. И опять-таки, как и в старые времена, оказалось, что в цементе было, в бетоне было больше песка, чем цемента. И это как раз погубило предыдущую администрацию, до Эрдогана он поэтому победил. И все-таки Турция голосует за него, и никто не ставит под сомнение результаты этих выборов. В чем причина? Только ли некие наталистические инстинкты и желание турок вернуться в свое великое атаманское имперское прошлое, может быть, это, и он обещает Турции великое будущее, ну, пусть не в форме империи, но в форме великой оригинальной державы, что вы думаете? Что вы думаете, дорогие друзья? Я думаю, что эта тема не локальная, эта тема, скорее всего, глобальная, потому что мы с вами видим, как последние 20 лет, ну, как минимум, демократии во всем мире находятся под натиском авторитарных лидеров, которые создают из демократии авторитарные режимы. Это не революция, это постепенный переход, шаг за шагом, но, тем не менее, появляются совершенно новые государства. К большому сюрпризу для нас, для Запада, как быть, как жить в этом новом мире. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый. В Сурции поиграли, Камал Кудж-Давалду поиграл из-за того, что у него было в команде шесть партий, и несколько партий, минимум два. Один из них возглавлял бывший, если на самом деле, а потом и премьер-министр Алий Бабаджар. Они во время его правления, когда был он этим, как его, премьер-министром, продал очень много заводов и фабрик. Потом было несколько видео. Ну, короче, ошибся, Камал Кудж-Давалду, из-за того, что свою команду они называют, ну, по-английски это «Тэбл». Шесть партий объединились, и он ошибся объединениями этим. И он не послушался старых партий, это народ демократической партии, и несколько лидеров он не послушался. Поэтому они проиграли. Вот основная причина вот здесь вот строится. То есть, скажем так, что основная причина внутриполитическая, да, это какие-то вот чистые моменты политической борьбы, правильно? Внутриполитическая внутри оппозиции. Внутри оппозиции. Да, внутри оппозиции, потому что он несколько лидеров, которые хотели не присоединять другие партии, особенно две партии, но он присоединил, сказал, что большинство мы выиграем, и была ошибка, главное здесь. Я понимаю по-турецки и говорю стопроцентно, я там два года жил, и это всего за 10-12 лет... Ну вот, на самом интересном месте у нас исчез радиослушатель. Жаль, 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 мы не договорили. Ну хорошо, у нас есть еще звонки. Что-то сегодня у меня исчезают радиослушатели в самый такой интересный момент нашего разговора. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей, это говорит Евгений. У меня, знаете, такое, как бы, краткое описание всему этому, то, что Раджеп Таид Эрдоган – это турецкая версия один в один Владимиру Владимировичу Путину. Вот и все. Спасибо. Евгений, можно тогда один вопрос вам задать? Как вы считаете, вот в контексте того, что сказали, решится ли Эрдоган на какую-то масштабную войну в своем регионе? Ну, в какими-то своими... А вы знаете, я про это думал. Я про это думал. Всякое может быть. Что его знает. Чем только черт не шутит. Может, возьмет и выстрелит по Греции. Не дай бог. Но если это будет, то будет такая же ситуация, как и с Турцгойом Путиным. Да, Турция, он действительно все время накаляет риторику в отношении Греции. Вы совершенно правы. Интересный момент. Спасибо, Евгений, спасибо за ваш звонок. Ну, давайте продолжим наш разговор с радиослушателями. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, Алексей. Я думаю, что, анализируя то, что произошло в Турции, сейчас немножко контрпродуктивно обсуждать, каким образом Эрдоган пришел к власти. Говорить о том, что хрупкая турецкая демократия, зная про файл Эрдогана, который 20 лет у власти, можно сейчас ретроспективно сказать, что демократия турецкая была уничтожена, когда он стал премьер-министром. Никакой демократии нет. Это автократия, вопросов нет. Поэтому контрпродуктивно, я думаю, сейчас рассуждать, как он пришел к власти после 20 лет правления, то есть второй тур последних выборов. Он во власти, это реальность, и гораздо интереснее поговорить о том, что будет с Турцией, с миром, взаимоотношения Турции с миром после его прихода к власти. Значит, у него состоялся разговор с Байденом, где Байден, он попросил у Байдена самолеты новые, F-35. Там было высказано, что это может быть рассмотрено, если он пропустит Швецию в НАТО. Несмотря на то, что Байден сказал, что это просто мой звонок был, поздравить его с переизбранием, но месседж он получил четкий. Поэтому ему надо будет сейчас как-то приспосабливаться. Я думаю, что Швецию пропустят в НАТО. И полагаю, что был у вас вопрос затронут к чем-то. Какова будет роль Турции после поражения Путина? Я думаю, что Турция не будет допущена к решению вопросов безопасности в Европе после поражения Путина. Он абсолютно неприемлем в Евросоюзе. Кстати, было заявление представителя Евросоюза, что в эти пять лет, на которые Эрдоган во время его нынешней каденции вопрос вступления Турции в Евросоюз вообще не будет дискутироваться. Он закрыт. Этот вопрос закрыт. Но мы там говорим Греция, то есть мы забыли еще о миллионе армян. Этот вопрос... Нет, в Турции этот вопрос закрыт. В Европу Турция не пройдет. Я имею в виду Евросоюз. Соединенные Штаты определенным образом относятся к Турции, потому что Турция играет раскольническую роль в НАТО, так же, как в Венгрии. Поэтому я не думаю, что его ждут легкие времена. Тем более, вы абсолютно правильно заметили, что в экономике Турции сейчас далеко не безоблачное время. Придется ему идти на какие-то компромиссы. Это использует... Я думаю, что поражение Путина в войне в Украине значительно осложнит его позицию. Спасибо. Александр, как Вы думаете, вот среди различных вариантов мирного регулирования этой войны есть вариант такой, их много вариантов. Вариант такой, что Крым оказывается и не российским, и не украинским, он оказывается некой самостоятельной геополитической единицей под протекторатом Турции. И Турция в этом случае играет очень важную роль, если она готова это сделать, для того, чтобы эта война завершилась. Вот такая миссия Турции, как некого серьезного посредника в регулировании этой войны. Как Вам видится? Я не могу Вам ответить на этот вопрос, потому что я достаточным уважением отношусь к Вам. И я считаю Вас прекрасным журналистом-аналитиком, но я не считаю Вас писателем-фантастом. Я не могу участвовать... Вы предлагаете мне фантастический сценарий, такому не бывать. Вопрос территориальной целостности Украины не является предметом переговоров. Потом я неоднократно говорил в Ваших передачах, что я не уверен в какие мирные переговоры. Никаких мирных переговоров не будет. Будет акт о капитуляции. Поэтому Турция тем более здесь не будет принимать никакого участия. И территориальная целостность Украины не может быть предметом никаких переговоров. Запад не пойдет на эти переговоры. Какая там Турция? Кто там? Такой мой ответ, Алексей. Спасибо. Спасибо за ваш ответ. И вам спасибо. Ну, в общем, такой вариант среди очень многих он лежит на столе. Во всяком случае, среди международного аналитического сообщества. Есть такое мнение, что так как Крым играет некую особую сакральную роль в позиции России, и что, если, допустим, Россия сможет относительно легко расстаться с так называемыми новыми приобретениями, в конце концов, и с Донбассом, который не нужен, а это только некое бремя, потому что он разрушен. Но вот с Крымом ситуация будет намного сложнее. И вот там Турция может сыграть какую-то конструктивную роль. Но об этом говорить действительно рано. Но мы же с вами обсуждаем то, что произошло сейчас. Выборы в Турции. И Эрдоган, он большой любитель вот таких геополитических схем, где ему отводится решающее место. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей. Моё мнение такое, что при Эрдогане Турция очень продвинулся вперёд. Очень умный он человек. Экономика сильная. Насчёт демократии тоже думаю, что неплохая демократия. Если посмотреть на выборы, там 2-3% разница, это говорит о том, что демократия есть. И есть гораздо больше, чем в других странах, от которых мы должны требовать. Больше демократии. Лучше, чем там. Демократия в Турции. Насчёт отношений с Путиным. Ну, вообще, мы очень часто выдаём желаемого на действительность, к сожалению. Насчёт отношений с Путиным. Ну, человек, видите, как умно себя ведёт. Нельзя его упрекнуть в том, что он поддерживает Путина с одной стороны, с другой стороны, не очень перебарщивает, что ли. Как это сказать, вернится. Вот. Вот такое моё мнение. Так что я абсолютно милитарно отношусь к этому. Турецкому Турцию. Но насчёт Украины и России, конечно, право был человек, когда сказал, что он не подлежит обсуждению территориальной целостности с Украиной. Вот в этом какую роль он будет играть дальше. Он уже, как бы, уже утвердился уже на долгие годы ещё президентом. И посмотрим. Вот сейчас его шаги более будут ясны и более будут, так сказать, понятны. Вот моё мнение. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо за ваше квалифицированное мнение. Я чувствую, что вовлечены в эту проблематику. Ну, в общем, действительно, Эрдоган не просто позиционирует себя как сильного игрока в международной арене. Он таким и является. Он способен на некие неожиданные, необычные ходы. И, во всяком случае, даже сейчас в отношении этой войны он, с одной стороны, поддерживает очень тёплые отношения с Путиным. С другой стороны, он поставляет различные системы вооружения Украины. И здесь не только Байрактары, которые сыграли очень важную роль в первый период войны. Ну, допустим, совсем недавно была поставлена партия турецких бронеавтомобилей, которые прошли через Румынию. Они прошли в Украину. Ну, вот такой вот очень непростой человек и очень непростой лидер Реджеп Таид Эрдоган. Мир к нему как-то привыкает, приспосабливается. И, судя по всему, действительно, в течение ближайших пяти лет мы должны по-прежнему жить с Эрдоганом. Дорогие друзья, спасибо вам за этот час, который мы провели вместе в нашем эфире. Спасибо за ваше внимание, за ваше участие в этой программе. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин